Вадим, добрый вечер. Приветствую. Вот прям первый вопрос сразу про очки. Почему красные? Неожиданный вопрос. Сейчас у меня запускается такой проект под названием «Орликиниада». И в таком вот массовом сознании почему-то он резонирует в каком-то демоническом аспекте. И вот я одел, почему бы не посмеяться над этим отношением, о том, что Демчок сколачивает вокруг себя некую секту и так далее. Мне нравится, потому что и Михаила Чехова в свое время крестили о том, что сектанство в актерском мире и так далее. Поэтому это такая шутка, такая ирония над собой. Почему бы не побыть дьяволом? Но они с дептриями при этом. Они с дептриями, конечно же. У меня был персонаж, где я играл вампира. Мне вот студия сделала такие, подарила. И вот они лежали два года, а вот сейчас, вероятно, оказались кстати. А у вас прям все, вы любите прям круглые? Я люблю круглую форму. Ну, она как-то очерчивает и облагораживает мое многоликое лицо. А близорукость, да? Я плохо вижу вдаль. А, ну, это да, это близорукость. Это близорукость, значит. Welcome to the club. Я даже не знаю сколько, это Вероника, моя милая супруга, она контролирует все эти вещи. И у нее где-то это записано. И она хранит все документы, потому что я их бесконечно теряю. А, то есть вот у вас супруга, вот говорят, что женщины, от Ваннингер говорит, что женщины, это подразделяется женщина-дочь, женщина-мать и женщина... Любовница. Ну, он грубее говорил, ну да, скажем, что любовница. Ну да, да, да. У вас получается, что... Мы будем смягчать, у нас немножко другой стиль. Что женщина-мать тогда получается, да? Вы знаете, она для меня какой-то собирательный образ. И в контексте моих пристрастий к многоликости и к тому, что я манифестирую человека современного, как многоликое существо, способного разворачивать театр из себя, да? Целую труппу и в разных ситуациях человек разный. И поэтому я режиссирую с ней образ вот такого многоликого персонажа. И когда ситуация складывается определенным образом, то она дочь. Когда ситуация складывается другим образом, она мать. Но там, на самом деле, есть еще целый веер ролей. Это и защитница, и вы бы видели ее... Защитница, это мать. Вы бы видели ее в гневе, да, когда она проявляется, когда я теряюсь, и вдруг за моей спиной вспыхивает какой-то ангел с красными крыльями, и все, я в защищенной позиции. Красный просто ваш цвет. Я люблю красный цвет. Цвет вашей супруги, я тоже смотрю, что на официальном сайте... Это ведь официальный сайт, да? Это официальный сайт, да. Кто ведет его? Мой директор Диана Ерданова, да. Занимается, да? Да, да, да. Как-то без энтузиазма, потому что в новостях последняя новость, вашей бурной, на самом деле, творческой биографии, датируется октябрем прошлого года. Нет времени для того, чтобы зайти и, на самом деле, все это обновить. Но я укажу в Диане на этот момент, потому что... Да, скажите, что я заложил. Вы, кстати, даже вот можете прочитать, какая именно новость последняя. Ну, это вот первые выходы первых предпремьерных показов Роликини Ады. Так, расскажите чуть-чуть поподробнее. У нас колоссальная задумка. В нашем прозрачном обществе понятен термин, да? Ну, по крайней мере, в контексте стремления к нему. По крайней мере, то, что сейчас же все везде снимается на мобильные телефоны и ничего скрыть нельзя. Ни в политической сфере, ни в социальной сфере, ни во внутренней духовной сфере, ни в общественных разных моделях. Все видно, все-все про всех знают. И поэтому, так как театр — это явление, отражающее реальность, да, то мы подумали, а почему бы нам не открыть процесс создания спектакля? И с самого начала не вывести его на публику и не предложить зрителю подглядеть сам процесс вынашивания плода. Я перебью просто. Когда вы говорите «мы», имеется в виду кто? Команда Роликини Ады. Как вы нашли друг друга все? Мы нашли друг друга очень странно. Я написал очень забавные книжки, которые пытаются объяснить феномен игры в современном постмодернистском обществе, так скажем. И объяснить среду, описать среду, в которой вырастает новое поколение. И здесь мне очень нравится угрожать нашему поколению тем, какое поколение мы выращиваем. А для того, чтобы понять, какое поколение мы выращиваем, нужно разобраться в среде, которую мы создали. А она соткана из удивительных моментов. Во-первых, разных технологических новшеств этого невероятного изобилия, которые, собственно, и делают общество прозрачным. Интерактивом, когда можно заказывать себя как ролевые функции в интерактивных играх компьютерных. И в этом во всем возрастает молодое поколение. Это никуда не девается. Это в порох кожи, это в костях. Они всасывают это с молоком матери. Наполнено этой бесконечной масс-медийной, не скажу ложью, путаницей. Скажите, а у вас вот это желание наладить коммуникацию с молодым поколением не происходит ли на самом деле, если мы там какие-то мотивы фрейдистские дотронем из-за того, что у вас не было контакта с вашими родителями? Насколько я понимаю, вы с отцом 27 лет не общались. Я думаю, что есть очень много моделей, которые могут это объяснить. Я вообще манифестирую такой взгляд, что мир соткан из игровых моделей. И в контексте фрейдизма можно объяснить так. В контексте Грофа можно объяснить чуть иначе. В контексте исследований Юнга это вообще можно захлестнуться в трансперсональную сферу и объяснить, что я ведом целой традиции персонажей, которые струятся через поры моей кожи и таким образом определяют мою судьбу. И я склонен видеть это все как, естественно, игровые элементы единого целого. И там немножко, и здесь немножко, и, конечно же, фрейдистские вещи тоже очень важны. Я абсолютно уверен, что мой артистический талант соткан из того, что маме было не до меня в детстве. Так, а папе было до вас? И уже, а папы у меня просто не было, потому что было огромное количество... Ну, как биологически папа существует, по сию пору. Он оставил меня в три месяца, и я рос, как в поезде, в котором отчимы мелькали, как остановки. И шесть официальных браков, не считая ошибок, у мамы, она с бурным сердцем. Она все время выискивала каких-то очень, таких, ну, немного зарабатывающих мужчин. Одевала с иголочки, разлюбляла, разлюбливала и бросала чемодан за дверь, и пошел вон. И снова кого-то. Бенский доктор, который проет, он просто сейчас грабнул. Ей нужна была активность, да, вот как только она его сформировала, вылепила в свой идеал. Уже неинтересно. Нужен другой персонаж. А вы постоянный? Я постоянный, да, вот как вы показываете. У вас же не первый брак. У меня не первый брак. Первый сложился таким образом, что мы спутали любовь с дружбой. И нас, и так часто происходит. Бывает и наоборот. Бывает и наоборот, да. И так часто происходит, потому что мы вошли, ну, вот все так делают. Наверное, это любовь. И потом, через 9 лет совместной жизни, к сожалению, уже родилась девочка Настя. Мы поняли, что ей сносит крышу. И я понимаю, вот она, любовь, да. И я просто отошел в сторону очень корректно, да. Мы очень внутренне, внутри семьи, очень четко разделили, как бы, территории. Семья, мы продали жилье, мне купили комнатку, им побольше жилье и так далее. То есть, произошло все удивительно корректно, с каким-то глубинным пониманием, что вот здесь нужно просто склониться и отойти в сторону. Хотя эмоционально это было горело. Мне просто интригует вопрос. Дочь от первого брака и сын от второго, они общаются? Они не общаются, потому что Настя, она сейчас в Германии, она вышла замуж за немца. Так сложилось, она училась там. Что она по профессии? Она лингвист. Слава богу, она не пошла в актерскую профессию. Почему, слава богу? Потому что я не знаю ни одной женщины, актрисы с счастливой судьбой. Я отговариваю всех девушек связывать свою судьбу с этой профессией. Это мужская профессия. И сейчас я скажу шоковую вещь. Женщины должны играть мужчины в этой профессии. Просто вообще сейчас... Вы сразу, мне кажется, вот этой фразой наживаете просто уйму врагов. Нет, я просто предостерегаю. Но есть один маленький нюанс. Если иначе жить невозможно, тогда... Хорошо, а ваша супруга разве она... Она актриса. И она несчастна в этом амплуае? В амплуае. А актрисы нет. Она счастлива в амплуае жены. Это правильно. Это главная женская профессия. Я согласен. А в амплуае актрисы я не вижу, потому что слишком много реальных объектов, которые нужно наполнять любовью в жизни женщины. А если это все на себя стягивает игра воображения, то начинаются проблемы. Кстати, вы своего сына назвали Вильямом в честь Шекспира. В честь Уильяма Блейка. Уильяма Блейка. Ну, на самом деле, да. Это еще один любимец. Да, это связано с моими пристрастиями к Уильяму Шекспиру и моими исследовательскими разными работами. Смотрите, а во времена Шекспира в театре все роли, и женские в том числе, исполняли мужчины. Может быть, имеет смысл вот в развитии вашего тезиса как-то вот эту инициативу, чтобы вообще не было женщин на сцене? Пусть мужчины играют. А почему нет? Это был такой словесный пируэт и такой, как бы, немножко возбуждающий скандальный интерес к реплике. Я играл очень много женских ролей. Недавно в журнале, в одном из журналов была даже фотосессия. Они предложили мне, «Вадим, давайте сделаем фотосессию в стиле Туцци». И на одном развороте я был в мужском образе и в женском. И потом я принес это на площадку интернов, показал Славеду с Мухамедову и говорю, «Слушай, давай придумаем...» Ну да, ваш персонаж, он должен же зароманиться с кем-то. Вот, давай придумаем подругу Купитману. Пусть это будет дама бальзаковского возраста, пусть он влюбится в нее, в нее, в нее, в нее. И вы же ее сыграете. И я же ее сыграю. И мы с восьмерками сделаем, подтасуем, возьмем дублера сзади, и мы сыграем. И я сыграю поцелуй с самим собой. Опять же фрейдистская история. Несомненно. Вообще актерская профессия очень глубоко уходит во фрейдизм. С помощью фрейдистских моделей можно очень много объяснить. Вы знаете, что у Фрейда было всего 3 или 4, может быть, 5 пациентов? То есть он не практиковал вот так. Ну, на самом деле у психоаналитика, чтобы помочь человеку, он должен заниматься им 24 часа в сутки. А вы считаете, что можно помочь? Если заниматься, как занимался Фрейд, только либо любимый человек, любимый женщина, может вытащить из вот этого омута, куда мы всех окружаемся. Я не случайно спрашиваю, потому что Орликиниада, это спектакль, он построен именно на том, что на сцене появляется один персонаж, а в зале под лампочкой сидит психотерапевт, роль которого играю я. И по ходу процесса этот персонаж разворачивается разными лицами. Оказывается, его невероятное количество. И заканчивается первое действие фразой «Вы все еще хотите мне помочь?» И этот вопрос молотом дает по башке, потому что психотерапевт не знает, что ответить. Потому что этому нужно посвятить, может быть, даже не одну жизнь, чтобы исчерпать все те культурные напластования, из которых соткан современный человек. И насколько игриво его сознание, и насколько оно многолико, и насколько оно неуловимо и непостижимо. Вы знаете, конечно, что такое оговорка по Фрейду. А как вы считаете, бывает жестикуляции по Фрейду? Мне просто показалось, что вы мне средний палец показали сейчас, когда я делаю манипуляцию. Я думаю, что человек соткан из этих всевозможных оговорок. И я думаю, что юмор – это самое главное качество современности. Умение в контексте юмора и самоиронии шутить над ситуацией. Потому что если человек умеет посмеяться над собой и понять шутку другого над собой, то он умеет любить. Мне так кажется. Потому что он все это скрепляет уже изначальным всепрощением. Он все это обнимает каким-то силовым полем того, что это возможно. То есть мое самое любимое слово – «можно». Мне, наверное, в жизни так много били по рукам, что нельзя. А кто войдет по рукам? Учителя, воспитатели. Потому что я все время перешагивал границы. Орли Киняда так и называется. Ее пересекают ленты «don't cross this line» – полицейские. Вот это место преступления. И вот это тоже фрейдистское, наверное, какое-то воспоминание. Потому что нельзя переступать эту черту. Потому что получишь по рукам. И вот жажда изначально преодолеть какие-то границы, она, вероятно, стимулирует творческую личность. Нужно обязательно надорвать то, что тебе с детства запрещали, и переосмыслить, переизобрести, чтобы обрести настоящие ценности. От этого никуда не деться. А вы сыну что-то запрещаете? Или он у вас растет? Я ему в 4 года подарил самурайский меч, выкованный бадиком. Это острый меч. Это реальный, тяжелый. Ну, в меру тяжелый, таким, каким он должен быть. Самурайский меч, который он даже не мог поднять. И я помню, как он со слезами на глазах просил маму разрешить ему с ним спать. С этим мечом. И это очень такие глубокие вещи. Отец ему доверяет. И с тех пор мама абсолютно не боится, что он достанет какой-то нож, там отрезать что-то. Он умеет обращаться с холодным оружием. Но опять же, если у нас Фрейд сплывал, то мы вспомним, что меч это фаллический символ совершенно. У нас сегодня все проходит в этом контексте. Артиста вообще нужно рассматривать в контексте фаллического святого самолюбования. Никуда не деться. И демонстрация такой здоровой светоносной эрекции – это удел всех артистов, которые появляются на сцене. Если на сцене появляется, извините, персонаж вне эрекции, то кому он интересен? Вы в образе, я вот сейчас понимаю. Нет, я вас подхватываю, вы меня провоцируете, я вам отвечаю. С актерами всегда сложно, потому что вы же всегда играете. То есть вы на автомате, вы же играете 7 недель. Мы на взводе. То есть 7 суток в неделю, 24 часа в сутки. Я считаю, что любой человек играет. И даже в своих максимально искренних проявлениях человек играет, потому что он взрослый в культурных категориях игровых. И, наверное, вы знаете эту чудесную книгу Йохана Хейзинга, которая является пророком религии игры. Человек играющий, homo ludens. Вот на досуге в интернет зайдите, посмотрите, homo ludens, человек играющий. И он говорит удивительные вещи о том, что все серьезное можно отрицать. Право, красоту, бога, все моральные категории и так далее. Нельзя отрицать, вывернуть и опровергнуть только игру. И это манифест постмодернистской эпохи, когда все осмеяно, все слова сказано, ничего святого нет, над всем можно поиздеваться, вывернуть и так далее. И все нацелено на то, чтобы, если я знаю, из чего вы сотканы, я вами тут же начинаю манипулировать в угоду себе. И для того, чтобы выработать защитные механизмы антиманипулятивные, человек должен учиться играть, чтобы можно было дать, опа, стоп, этот человек умеет играть. И тогда начинаются нормальные взаимоотношения. И это политика современной, современной ментальной, ну, то есть нужно иметь оружие, да, боеголовки. И люди видят, ага, этот человек вооружен. Им манипулировать невозможно. Давай говорить по душам. Ну да. А вот вы осознаете, конечно, что для большинства потребителей, зрителей, образ, то есть ваша роль, и вы как актер сливаетесь в сознание зрителей. И вы больше всего известны, ну, там, на настоящий момент как исполнитель в интернах, в общем, ключевой после Ахлобыстинской роли доктора Быкова, венеролога Купитма, который по сюжету очень сильно пьющий человек. Вы в жизни ведь не пьете. Да, очень пьющий и смотрящий на определенное место в физиологии. Ну, как венеролог, да. Да, и это великолепная реплика. Писки, 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 писки перед глазами. И так далее. Извините за эту реплику. Наверное, может быть, не для этого эфира, но это было в эфире интернах. Мне сейчас больше всего нравится то, что ко мне подходят на улицах, одергивают за рукав и благодарят не за Купитмана. Говорят, спасибо вам за Фрэнки Шоу, спасибо вам за Фримана, спасибо вам за величайшее Шоу на Земле. То есть у меня был где-то, наверное, через полтора года после запуска интернов это опасение, то, что я стану исполнителем одной роли в памяти людей. Нет, этого не происходит. Я думаю, что сейчас вот... А потом вышли книги, а потом запустилась Роликиниада, потом еще запустилась трансляция оттуда в интернете. Нет, я прекрасно понимаю, что вас интерны достали. И сейчас чаша уравновешивается. Вот, и у меня есть кнопочка, на которую я могу нажать для того, чтобы свернуть файл с надписью Купитман и положить его на кнопочку. Вот мы сейчас нажмем на эту кнопочку. Просто один вопрос. Правда ли, что реально существует доктор Купитман? И что он срисован персонаж живого человека? Это даже не легенда. У Славы Досмухамедова и Димы Пермякова они медики. Они медики. И когда они учились в мединституте, у них был преподаватель доктор Купитман. Он их, ну, то ли был слишком требовательным, то ли как-то вот, наверное, ну, допекал особым образом. И они посвятили этого персонажа ему. И вот недавно у них была встреча, где-то года полтора назад, вернее. И он к ним подошел, припер к стене и говорит, что же вы засранцы сделали? Я теперь без смеха визитку свою. Я думаю. И так далее. Он дает визитку, и там, например, доктор Купитман. И все сразу хватаются за животных. Ну, я представляю, что у вас тоже визитка. У нас была такая игра, это наша с вами идея, когда мы допекли наших продюсеров и говорим, что давайте сделаем нам визитки, реальные визитки. Мы же уже как Чебураш, как Рокодил Гена. И этот самый, да, и Винни-Пух. Мы вхожи в дом уже как имена нареченные, да. И пусть Иван Натанович и Быков сойдут с экрана, и у них будут визитки, и часы приема, и так далее. И нам напечатали эти стопки, и мы везде это все раздавали. Людей это радует, это приятно. Вам я тоже подарил. Поэтому будет необходимость, обращайтесь. Да, я скажу, что если кто-то спросит, есть ли знакомый венеролог, то я его отправлю к вам. Скажите, вот этот шарш, кто рисовал? Я не знаю, это еще... Это вообще не ваш сайт? Это мой сайт, это мой сайт. Мне очень понравился этот рисунок. И мне его прислали, я, к сожалению, Грешин, не вспомню фамилию, кто прислал. Потому что рисует очень много, и это еще года 4 назад аж было прислано. Поэтому это давнишний рисунок. Мы с вами говорили... Там, кстати, тоже есть фрейдистская аналогия. Там я нарисован с одним глазом. Да, я бы обратил внимание. И люди, которые любят играться в игры о том, что я дьявол, и транслируют вот эти вот какие-то мифические способы воздействия на молодежь, на аудиторию, на публику. Это непростой артист и так далее. Они любят вот это. Посмотрите на его рисунок, у него там один глаз. И так далее, и так далее. То есть это тоже... Значит, ваш сайт семейный ведет ваш директор. А твиттер, в котором вы или... В твиттере я реальный. Это вы... И в фейсбуке я реальный, да. Ну, в фейсбуке очень много вас. Ну, это клоны. Это клоны, да. Вот Вероника Демчок, это Вероника, это моя супруга. А Вадим Демчок, это я. И вот там, где я в постмодернистской троице, вот такая вот сделанная рисунок, который мне очень нравится. И я там в роли шута, но в трех ипостасях. Это вот про это, да, говорят? Да, постмодернистская троица. Очень скандальный рисунок. Меня в твиттере даже хотели прижучить за этот рисунок и требовали, чтобы я его убрал. Ну, люди, играющие в определенные игры, которым не нравятся мои игры. А я говорю, ребята, мир сотка на загровых модели. Давайте. Он широк и богат. Играйте в своем театре. Ради бога, ходите. Я играю в своем театре. Почему бы нам не быть любвеобильными и счастливыми от того, что есть возможность. А вот вы декларируете, что вы буддист. Это тоже игра? У меня очень хорошая буддийская школа. И это практический буддизм. Это не интеллектуальный буддизм. Так. Но в какой-то определенный момент я исчерпал эту историю. И я адепт религии игры. Я считаю, что игра – это высшая мировоззренческая категория современности. Это единственное, что может ответить, ну, фактически на все вопросы. Да, исчерпали наше время. Я все-таки один вопрос должен задать. Насчет вашего псевдонима. Это ведь ваша не настоящая фамилия? Это псевдоним? Нет, это фамилия моей мамы. Это белорусская фамилия. На Украине Демчуги, в Белоруссии Демчуги. То есть вы взяли все-таки мамину фамилию в результате? Да. И, ну, так как папа меня оставил в три месяца, я подумал, что он недостоин того права, чтобы сын продолжался в истории. И я взял, конечно же, фамилию мамы, как псевдоним, и это выражает мою благодарность ее любви и энергии. А я выражаю благодарность вам за... Позвольте, я вас обниму, потому что было уникальное совершенно интервью. Я никогда не был таким долгливым и таким разговорчивым. Ну, нет, не всем.